МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более 300 человек, как именитых, так и делающих первые шаги в профессиональном спорте. Есть и специальный адаптационный зал для фехтовальщиков с поражением опорно-двигательного аппарата. Мы начинали буквально небольшим составом, и поэтому нам дали небольшое помещение. Сейчас мы работаем, ребята приходят, мы приглашаем людей, стараемся развиваться. И, в принципе, боимся, что зал станет тесноват. Ну, пока это на перспективу. В конце июля открылась вторая очередь фехтовального центра. Многофункциональная игровая площадка – это и теннисные корты, беговые дорожки и тренажеры. А ведь когда-то здесь был непролазный пустырь. Вот сейчас пойдем пробовать новые кольца, площадку. Ну, так приличненько тут. Мне тут нравится. Мне понравились особо беговые дорожки. У них не обычный асфальт, а резиновое покрытие, чтобы, если бегом упал, сильно не пострадал. Спортивная игровая площадка отвечает всем стандартам производства и запросам ребятни. Большая, эргономичная, в конце концов, красивая. Сегодня объект завершен в полном объеме, так как это было заложено в проектно-сметной документации. Реализовано все, как говорят, до копеечки. Так, как предусматривалось проектом, потому что строилось это на средства областного бюджета. Площадка открыта для всех, подчеркивает директор центра Евгения Ламанова. Доступность спорта – вопрос принципиальный. Единственное, у меня есть, конечно, личная проникация. Бережно относитесь к нашему парку, к нашим площадкам и к нашим тренажерам. Поэтому тогда мы все будем больше радоваться друг другу улыбаться. Развитие физической культуры и спорта – приоритетное направление работы областной администрации. Строительство физкультурно-оздоровительных и спортивно-концертных комплексов, плавательных бассейнов, ледовых катков, стадионов. Пропаганда олимпийских видов спорта – бокса и дзюдо, легкой и тяжелой атлетики, баскетбола и, конечно, фехтования. Курская школа фехтования всегда нам давала традиционно хороших раперистов, преимущественно девочек. Центров подобного уровня по всей стране наберется не больше пяти, и Курский – один из лучших. Кстати, с момента его открытия число занимающихся фехтованием выросло в шесть раз. И это только начало. Еще одна визитная карточка Курской области – женский баскетбол. Рылянка Екатерина Кучина, хоть и не выступает в составе «Динамо», но надежды подает большие. Игра неплохо, лучший игрок среди трех районов, но есть несколько титулов таких есть, ну, официальных и неофициальных. Через два года в Рыльске появится свой физкультурно-оздоровительный комплекс. Старт масштабному проекту 19 августа дали представители «Газпрома» и губернатор Курской области Александр Михайлов. В основании будущей кузницы-победителей гости заложили капсулу времени с посланием потомкам. Спорткомплекс планируют возвестись за два года. Стоимость проекта – 650 миллионов рублей. В Рыльске будет приятно, что у них будет такой спортивный комплекс. А если другие территории, да, тебе скажут, там вот такой. Всем такое сразу построить трудно. Вот в начале с малого построили спортивные стадионы. Сейчас потихонечку будем строить фоки. Где вместе с государством, где сами, где с нашей помощью. Но самый масштабный социальный проект «Газпрома» будет реализован в Курске. На магистральном проезде началось возведение современного конно-спортивного центра. Авторы проекта учли мировой опыт создания таких объектов. Один из этих красавцев – участник игры в Рио-де-Жанейро. Всего же от Курской области в столицу летней Олимпиады ездили два коня. Результаты далеки от пьедестала почета, но все еще впереди, уверены специалисты. Юлия Жилина также могла поехать в Рио. Однако травма поставила крест на путевке в Бразилию. Все мысли теперь уже о Токио. Попасть на Олимпиаду мечтает и Полина Дроздова, девушка три года в конном спорте. Начинала с конкура, потом перешла в троеборье. Будем пытаться реализовать свои мечты. Конный спорт начинает продвигаться, это развитие определенно. Может быть у нас в Курской области будет намного больше людей, которые станут заниматься конным спортом, и так будет доступнее. Новый комплекс – это не шаг, а настоящий прыжок к олимпийским вершинам. В детско-спортивной школе смогут заниматься от 200 до 400 человек. В конюшнях предусмотрены места для 100 лошадей. Комфортные условия для наездников – современный манеж. «Газпром» собирается потратить на реализацию проекта полтора миллиарда рублей. Из них 700 миллионов на строительство школы. Это шанс для региона воспитать новых олимпийцев. Я думаю, что шанс такой будет обязательно, но между олимпиадами еще существуют чемпионаты Европы, чемпионаты мира, и нам бы хотелось, чтобы наши представители были в составе сборной команды, вот как Юля Жилина. Помимо спортшколы здесь появится современный подром и центр ипотерапии для детей со слабым здоровьем. Курс выбран, потому что Курск проявляет, я бы сказал, наиболее конструктивное свое сотрудничество с «Газпромом». И Курск выполняет все свои обязательства, в том числе перед «Газпромом». Курск – это центр России, и здесь мощный, в том числе с огромными, большими, настоящими русскими традициями Александровский конный завод. То есть есть база, которая может поставлять, в том числе и лошадей. И много спортивных клубов. Несмотря на грандиозные планы, сроки реализации проекта минимальные – всего год. Так что уже в 2017-м Курский конно-спортивный центр будет открыт. За годы сотрудничества Курской области и «Газпрома» в регионе появилось 114 спортивных объектов. Больше только в Санкт-Петербурге. В планах – физкультурно-оздоровительные комплексы в Белой, Глушково, Коренево, Хомутовке. А в Суджанском районе ждут ледовую арену. Во Льгове началось строительство комплекса с бассейном. Причем детским и взрослым. Местные жители – люди спортивные, уже готовы выстраиваться в очередь, чтобы поплавать. Долгожданные, потому что будут и мал, и стар в этом бассейн ходить. Это же здоровье. Мы ждем этого. Ждали долго. Наконец-то. Слава Богу, что это будет. Два года назад в Ольгове открылся физкультурно-оздоровительный комплекс. И число спортивных горожан сразу выросло вдвое. Эти девочки тоже хотят на пьедестал почета. И почему бы не в водных видах спорта? Они уже готовы занимать очередь в бассейн. Я занимаюсь спортом, я занимаюсь волейболом, но так же умею плавать. Я действительно хочу, чтобы здесь был построен бассейн. Может быть, кто-то тут из нас будет будущий олимпийский чемпион по плаванию. В основание будущего бассейна заложили первый камень. Символично, точно так же, кирпичик за кирпичиком, строились отношения между нашим регионом и «Газпромом». Спортивные объекты – это приятный бонус. Основная цель компании – пустить голубое топливо по всем артериям области. Сегодня уровень газификации в целом по области уже достиг 94%, а в сельской местности – 90%. Это далеко не каждый регион может этим похвастаться. Это плод нашего совместного сотрудничества с «Газпромом» за последние годы, начиная с 2005-го, когда было заключено первый раз у нас соглашение. Сегодня в регионе строится пять межпоселковых газопроводов. В этом году голубое топливо появится в населенных пунктах Ильговского и Курчатовского районов. Приходите на «Голубой огонек». Так теперь могут звать гостей жители села Бычок Касторинского района. Там газ появился 1 августа. Это действительно настоящий праздник. Станет легче быт и появится больше свободного времени. За 10 лет в районе было построено более 500 километров сетей. Газифицировано опять с половиной тысяч домов. Дай бог! Нехай, молодцы! Нехай живут 100 лет! Благодарности бабушек и села Бычок нет предела. Отныне любимые печки будут нести скорее декоративную функцию. Новый межпоселковый газопровод, подобно артерии, доставит голубое топливо в 140 домов. На газ переведут две школы. Касторинский район был газифицирован на 91%. Теперь прибавилось еще 2%. Белые пятна ликвидируют в ближайшие годы. Для того, чтобы завершить газификацию Касторинского района, нужно будет построить еще порядка 70 километров и перевести на газ порядка 350 домов. И тогда будет 100%. И пока власть планирует расширять газовые сети, касторинцы с аппетитом продумывают меню. Самое первое – картошечку пожарят с лучком. Кулинарные эксперименты – только верхушка айсберга. Ни угля, ни дров. Селяне уверены – газ освободит немало времени, которое можно потратить с умом. Теперь и тепло, и чисто, и хорошо будет. И читать, и вязать. Зимаш, настанет что делать? То ж мы топим. А теперь что? Теперь будет хорошо. В целом Курская область газифицирована более чем на 90%, тогда как по стране показатель не превышает 66%. А совсем скоро пригласить гостей на «Голубой огонек» смогут в селах Дмитриевского и Черемисиновского районов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова